Брал знания от Ибн Шихаба из-Зухари. Имам Малик сказал, когда пришли мы к имаму из-Зухари, и со мной был вместе Рабиа, и он нам рассказал 40 с лишним хадисов. На следующий день мы пришли к нему, и имам из-Зухари говорит, на следующий день после урока, он говорит, откройте свои тетрадки, посмотрите, о чем я вам говорил вчера, кто-нибудь может напомнить. И тогда Рабиа сказал, среди нас есть тот, кто тебе ответит о том, о чем ты нам рассказывал вчера. Тогда он говорит, кто это такой? Он говорит, ибн Аби Амир, сын Аби Амира, то есть Малик. И тогда сказал, пускай он начнет рассказывать. И имам Малик говорит, то есть имам Зухари рассказал нам 40 с лишним, и я наизусть на следующий день пересказал ему 40 хадисов. И тогда имам Зухари с удивлением сказал, я думал, что помимо меня никто это не сможет вызубрить. То есть такая сильная память была, и такое у него стержень, такое как бы он сильно хотел взять знания от пророка Мухаммада, поэтому очень, когда задают вопрос, мы хотим брать знания, что нужно? Ручку с тетрадкой и самое главное желание. То есть если желания нет, там ходить, там раз-два оставить, ничего ты не возьмешь. Или человек, например, когда начинает задавать вопросы, а вот как надо начать читать Кур'ан, с чего нужно начинать, сложно это или нет, в этом время, говоришь, ты не научишься читать. Почему? Потому что ты начни, и Аллах тебя облегчит. У тебя должно быть сильное желание брать знания. Также имам Малик, он у него был такой, очень сильно он брал знания, и очень сильно у него было уважение, почет к этим знаниям. Он очень сильно брал знания, когда он был спокойным. То есть когда он был гневным, если в нем был какой-то гнев, он в это время не брал, не изучал. То есть именно должно быть спокойствие, чтобы именно не спутаться, чтобы не сбиться, чтобы что-то не забыть.